привет друзья продолжаем разбирать важные политические события у нас в стране и за рубежом опять продолжается тема газа уже честно говоря немножко поднадоело но уйти от этого не получается и не получится до тех пор пока не будет какой-то определенности и ясности собственно что чем это все закончилось но раздражает потому что на самом деле вот в бытовой нашей жизни пока ничего не изменилось да нас пугать нас предупреждают что экономьте все плохо скоро замерзнете но пока не изменились счета пока не изменился объем газа все в обычной жизни обычного человека все по-старому да но это не значит что как бы угроз нет они есть просто может быть масштаб преувеличивать потому что не осталось ни одного политика который бы не хайпанул на этой теме не попытался пропиарить себя тут прямо ну вот все 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 посчитали своим долгом что-то сказать вячеслав платон из лондона тоже пытается учить всех нас математики как правильно считать газ и знаете кроме его традиционного высокомерия и убежденности в своей гениальности которые у него сквозит сквозь все его сообщения и это было и в этом сообщении на этот раз у него еще такой появился специфический язык гопника то есть вот он так обращается к властям молдовы как будто дайте ощущение что он сидит при этом на корточках лузкой семечки в такой на эти кепки и сейчас я вас козлы научу математики странно это ну возможно человек хочет пойти в политику это наверно является признаком такого потому что у нас многие молитва молодые политики они начинали с этого мы можем вспомнить шора который помните его это с ремнем потому что я в отличие от вас животных думаю о людях а потом вот этой бляшкой я по жопе дам и тебе андрюша и тебе маечка будете себя вести так вы у меня получите я предупредил и вот платон тоже видимо решил с такого немножко каким-то ремешком кого-то по жопе возможно тоже переболеет этими станет разговаривать нормально как научился разговаривать и шор и усатые многие другие которые тоже начинали с такого достаточно агрессивного подхода но помимо платона другие тоже все повылазили из щелей и тоже пытаются разговаривать и самое странное что даже политические трупы вот прямо какой-то фильм ужасов политические трупы повставали из могил у которых рейтинг 0 5 процентов то есть температура тела упала ниже комнатные но они пытаются нас чему-то тоже учить разъясняют все что-то комментируют и предсказывают падение власти то есть они все знают они но немножко страшно это потому что когда знаете зомбаки начинают разговаривать это немножко пугает надо подождать потому что у них кончится этот заряд которым на них шокером электрическим их треснули они подскочили начали кричать что-то про газ сейчас заряд кончится они упадут обратно в могилу и успокоятся теперь давайте серьезно поговорим про некоторые важные вещи которые вот конкретные пункты происходили в дней разберемся что происходит итак первое как я говорил ситуация о том что мы замерзнем это ну практически исключено и так до сих пор остается то есть уже сейчас объективно мы можем сказать что газ в любом случае будет сто процентов но практически оставляем на 000 чего-то на какую-то супер ситуацию при которой газа не будет потому что уже сейчас украина сообщила о том что они нам одолжен 16 миллионов кубометров это вот буквально вот берите прямо сейчас отдайте когда сможете но 16 миллионов кубометров на самом деле это просто фигня какая-то это очень мало ну да это решит нашу проблему не знаю может быть на неделю дальше что дальше опять-таки украина приходит на помощь молдавская государственная компания энергоком и украинский нафтогаз подписали рамочное соглашение поставки в случае необходимости от объема до 700 миллионов кубометров газа то 700 миллионов кубометров газа который нам может поставить нафтогаз это уже почти где-то в районе 70 процентов от необходимого нам объема то есть ну уже считаем почти закрыли еще как бы не все еще проблем остается здесь подходят на помощь соседи с другой стороны румынский трансгаз официально заявил о том что румыния может поставить газ молдову по газопроводу яс и кишинев и здесь есть интересная тоже математика установленная мощность газопровода яс и он ген кишинев полтора миллиарда кубометров в год молдова потребляет суммарно около трех миллиардов но из них право бережья то есть официальная часть молдова подконтрольная властям потребляет 1,1 миллиарда то есть в районе 1 миллиарда кубометров это то что надо нам обратите внимание маленькое приднестровье в котором живет население там ну чуть больше чем в бельцах в два раза больше будем объективны чем в бельцах они потребляют 2 миллиарда кубометров газа то есть это что значит это значит это кутюрганская газ потребляет это рыбницкий металлургический завод то есть там у них есть промышленные потребители так вот если наш газ пойдет со стороны румынии они трансгаз румынский трансгаз уже официально заявил том что их объема хватит только на правобережную молдову это значит что рыбницкий металлургический комбинат станет и я небольшой специалист но я поискал в интернете в общем-то металлургический комбинат когда останавливается это это просто конец света потому что его запустить невозможно обратно. Вот эти вот огромные объемы металла, которые там непосредственно плавятся в этих громадных печах, они застывают, и дальше, чтобы запустить его заново, надо разбирать все. То есть это на миллионы долларов ремонт, который, я думаю, что в Приднестровье сегодня никто не осилит. Остановка Кучерганской ГЭС тоже, но она, скорее всего, полностью не остановится, потому что она может работать и на мазуте, но уже в меньших объемах. И они сейчас уже практически переходят к этой технологии. Это будет означать падение объема электроэнергии, нам придется добирать электроэнергию с Украины. Это технически возможно, но опять-таки это будет катастрофический удар по терраспольской власти, потому что у них сейчас выборы. Остановка крупнейших предприятий, отключение от обогрева квартир, это будет катастрофа. Я думаю, что если к этому пойдет, а к этому может пойти, потому что Россия уже официально заявила, что через неделю поставки газа могут прекратиться официальные со стороны Газпрома, первый пострадает от этого Тирасполь и Приднестровье, потому что, как я сказал, что Румыния и Украина готовы нам помочь, но спасать Приднестровье они вряд ли захотят. Что касается официальных переговоров Молдовы с Москвой, здесь ситуация зашла в тупик, потому что Россия заявила, что сначала она хочет погашения долга. Не идет речь про тот фантомный долг, 7 или уже почти 8 миллиардов долларов, который задолжало Приднестровье за украденный газ за годы независимости. Речь идет о наших долгах правобережья, которые как бы сделали мы. Но возникает вопрос, вообще как получился этот долг? Вот вы, например, уважаемые зрители, если вы не заплатите за газ месяц или два, что думаете будет? Правильно, к вам придут и отключат вам газ. Каким образом кто-то мог накапливать долги на сотни миллионов долларов? Как это получилось? Так возможно. Возможно, как у нас в Молдове, возможно все. Через какие-то откаты, через взятки, через какие-то схемы. А это значит, что до того, как говорить о том, что этот долг надо погашать, нужен очень серьезный аудит. Нужно разобрать вообще, кто стоит за этими схемами, куда ушли эти деньги, как это все получилось. Я думаю, что не просто аудит, а обязательно с посадками. Так, чтобы, знаете, вот чтобы урок был выучен. Потому что если просто проведут аудит какой-то абстрактный, что кто-то где-то как-то вроде как будто виноват и все прошло, нет. Это уже будет бесполезно. Тогда здесь надо именно найти виноватых, хотя бы наконец-то один раз в жизни в этой стране найти кого-то реально виноватого и посадить его. Тогда это будет хороший урок на будущее. Следующий момент. Цена вырастет при любом раскладе. Я об этом говорил уже много раз. Хорошего сценария нет. Просто потому, что как минимум, то есть у нас ситуация еще усложняется по некоторым причинам, но как минимум ситуация плохая, потому что мировой кризис. Цены выросли везде. Цены растут и в России, и во всей Европе, в мире. То есть кто вам говорит о том, что газ можно покупать дешево, что якобы Россия ждала, что вот если мы совсем уж прибежим с дружбой и скажем, мир, дружба, жвачка, нам продадут газ очень дешево, бред. Нет. Да, могла быть скидка, может быть даже неплохая скидка, но прямо вот чтобы это было дешево и комфортно для населения, такой сценарий полностью исключен. В это могут верить только избиратели Додона. В реальности все равно подорожает газ при любом абсолютно раскладе. Где бы мы его ни брали, у России, у Европы, у Румынии, у Китая, у Катара, газ будет все равно дороже в этот сезон. Я не знаю, что будет весной. Многие экономические аналитики говорят, что будет обратно спадение после этого пика, то есть это законы экономики, пойдет спад. Возможно, будет очень сильный спад, цены упадут ниже, чем были год назад, но это будет потом. Сейчас нам надо пережить эту зиму. И вот самое главное, это то, что точка в этой истории пока не поставлена. Через пару дней, 27 октября, опять будет наша делегация в России, будут встречаться с пыну министра инфраструктуры, с главой Газпрома Миллером. И не факт, что на этом все закончится. То есть я не исключаю, что будет какое-то предварительное соглашение. Они договорятся, что вот наши проведут аудит долгов, разберемся, что погашать, что не погашать, как, что, где. И затянется еще до ноября, а может быть еще и дольше. Возможно, продлят опять на один месяц. Посмотрим, что из этого получится. Еще пару слов я хочу сказать по поводу ситуации в Кишиневе. В Кишиневе у нас происходит такой же трэш, как в масштабе страны, но там с газом, а в Кишиневе здесь свои другие проблемы. Пару дней назад сгорело на баюканах мансарда. То есть 20 квартир. Мансарда, кто не из Кишинева, не знает, потому что, наверное, не везде в мире можно найти такую чушь. Это когда на обычном пяти или шести или четырехэтажном доме строят сверху еще один этаж, который первоначально не был предусмотрен проектом. Строят его из говна и палок. Просто это реально какие-то курятники, которые вот сейчас сам Чибан, мэр Чибан говорит, что там стенки очень тоненькие, неутепленные, материалы горючие. То есть, ну, просто полная какая-то хрень. Но, тем не менее, построили, он сгорел. И, кстати, сгорела мансарда того же застройщика, который построил на Индепенденции. Там мансарда, которая сгорела лет семь назад, я не помню точно когда. То есть, это тот же самый застройщик, опять он здесь проявил себя. Конечно, это горе большое для людей. Конечно, это катастрофа. Конечно, им надо помочь. Но вот удивительно, что, знаете, в стране кризис и пандемический, и энергетический. Но тут выскакивает мэр Чибан такой весь в белом. Он говорит, всем помогу. Всем дам деньги на новые квартиры. То есть, возместим стоимость сгоревших квартир полностью. И, как бы, да, вот хорошо, но, блин, но как это застройщик, который построил вот эту хрень, он ни за что не отвечает. То есть, у него все нормально. Пожарная инспекция, которая, чтобы вы понимали, кто может быть не в теме, любой, даже если вы гараж строите, вы должны получить потом разрешение пожарной инспекции до того, как он будет принят в эксплуатацию. Любой абсолютно объект. То есть, там были пожарные инспекторы, которые видели, что это все сделано из непонятно чего, из какой-то фанеры. И они поставили печать. Почему эти люди не отвечают? Вот почему бы не прийти к этим инспекторам? А я вас уверяю, что они все живут в очень хороших, больших домах, больших квартирах. То есть, продать дом одного такого инспектора, и можно возместить всему этому этажу потерянные квартиры. Потому что там квартиры очень дешевые. Вот почему эти люди не отвечают? Почему застройщики не отвечают? Почему отвечаем мы с вами? Откуда эти деньги Чибан дает? Он что, продаст свой дом и дом своей мамы, чтобы возместить? Нет. Он возвращает из нашего резервного Кишиневского фонда. И как будто он такой хороший и молодец, и добренький. Но как-то не за свои деньги он получается добренький. И, кстати, тут непонятно, как быть с жильцами квартир ниже. Потому что, когда тушили пожар, их залили огромным количеством воды. И я вам напомню, что такая же мансарда, сгоревшая на Индепенденции, там до сих пор ее не снесли, не восстановили. И когда идет дождь, он проливается в эту сгоревшую крышу мансарды, а там уже нету больше гидроизоляции. Потому что, а зачем? Там же была квартира. И просто спокойно сквозь этот бетон он затекает к людям в квартиры. И каждый год, когда сильные дожди, выезжают журналисты на место, снимают это все, покажут, как у людей в квартирах льется прямо дождь с потолка. Да, все вздыхают, возмущаются, но чабан в белом не выскакивает и не говорит, сейчас я все починю. В этой ситуации тоже, как бы, вот тем, кто сгорел, он обещает им раздать наши с вами деньги. А вот по поводу жильцов, которые живут ниже, почему-то ни одного слова не сказано. И я хочу в завершение сказать, знаете, что мы сами с вами частично виноваты. Я имею в виду все мы, жители Молдовы. Потому что мы настолько падкие на халяву. Я когда себе искал квартиру, я пересмотрел весь рынок жилья, смотрел все варианты. Старые квартиры, в новостроях квартиры, какие-то дома на окраине, за городом. То есть изучил вопрос. Но когда человек хочет купить квартиру и ищет просто по варианту отсортировать сначала самые дешевые, и он верит, что квартира, допустим, 50 метров, она стоит 20 тысяч евро. Он бы мог задуматься, почему квартира 50 и 60 квадратных метров стоит как гараж. Вот гаражи, посмотрите, объявления гаражи в нормальном районе города стоят 15-20 тысяч евро. Как может квартира стоить столько же? Ну понятно же, что что-то не так, что она из чего-то сделана, из какого-то ненормального материала. И можно было бы задать себе этот вопрос, и может быть тогда не было катастрофы. Ну и самый главный вопрос. Вместо того, чтобы выскакивать сейчас в белом и что-то обещать кому-то, может быть провести инспекцию, посмотреть. Этих мансард очень много. Вся Нижняя Рыжкановка это мансарды. Половина ботаники, все эти пятиэтажки там сверху тоже, эти курятники стоят. В следующий раз при пожаре может кто-то погибнуть, не дай бог. Потому что в этот раз повезло, никто не погиб. Но это случайно получилось. Потому что если пожар был ночью, то очень вероятно, что кто-то погиб. И может быть даже не один человек. Нужна инспекция, нужно срочно проверить. И самое главное, искать тех, кто это делал. И должны отвечать люди. И те, кто платил взятки, и те, кто ставил свои подписи. Потому что в следующий раз, когда опять появится искушение у чиновника поставить свою закорючку и положить себе в карман пару десятков тысяч евро, он это сделает. Потому что он знает, что ему за это ничего не будет. Поэтому надо принимать меры, и чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok